И вот очень интересно, обратите внимание, вот эти вот деревья, которые здесь сидят только с саженцами еще, посмотрите, как у них они были для огромных красавцев. Это первый корпус санатория. Здание появилось в начале 20 века с открытием доктором Владимиром Будзинским санатория на высоком берегу. Рассчитав розу ветров, он вычислил, что именно в этом месте в воздухе самая высокая концентрация йода. Именно отсюда начиналась тропа, которую врач рекомендовал для пеших прогулок. Надпись на первом корпусе санатория обнаружили в этом году. Когда снимали штукатурку, ее фактически обновили свежей краской. Деревянную пристройку реконструируют, опираясь на сохранившиеся фотографии. Анапские художники восстанавливают портрет самого Будзинского, который появился уже в советское время. Идея в том, чтобы вернуть как можно ближе первоначальный облик. Все мы знаем, что исторических объектов остается все меньше и меньше. И когда люди приезжают в Анапу, естественно, им хочется посмотреть на что-то историческое, что было давно. Окунуться в историю, как-то приобщиться к этому месту. Потому что на самом деле, это же было санаторий Маляк, это место, это первое место в Анапе этого началась Анапа. Санаторий открылся 21 июля 1900 года. За два года до этого Владимир Будзинский получил кредит в Харьковском земельном банке. Фактически взял ипотеку. Начинание оказалось перспективным. В то время такое лечение было доступно только состоятельным персонам. До Анапы на воды было принято ездить в Европу. Через пять лет это была уже целая сеть санаториев. Уставный капитал акционерного общества составлял 600 тысяч царских рублей. В переводе на современные деньги – сотни миллионов. Документы и личные вещи Будзинского хранятся в Анапском краеведческом музее. Он был не только организатором и создателем курорта Анапы, а еще и был одним из организаторов и создателей курорта Геленджик, Ейск и Сестра Реско-Ленинградской области. Впоследствии, когда уже была установлена советская власть, то есть он не дожидался, пока у него отберут эти санатории, а самолично явился в курортное управление, лично передал все свои санатории. Долгое время там работал, ну не долгое так, не долгое, наоборот, время. Работал рядовым врачом, а потом его такие замечательные, активные такие человеческие качества использовала новая власть и отозвали его в курортное управление Краснодар, ну Екатеринодар на тот момент. Сейчас лечение водой и грязями доступно человеку со средним достатком. В маяке сегодня одновременно могут поправлять здоровье более 180 человек. Самый первый анапский санаторий был исключительно летним. Зимой Будзинский писал книги и занимался продвижением своего проекта. Его последователи стремятся сделать Анапу круглогодичным курортом в большей степени, чем сегодня.